Гибрид – объект, сочетающий в себе свойства других нескольких объектов. Принцип гибридности сегодня успешно используется в дизайне, архитектуре, создании новых материалов и технологий, медийного контента и, конечно, в искусстве. В арт-воплощении принцип гибридности идет дальше всего, ведь именно искусство способно иметь дело с невероятным, нелогичным, парадоксальным. Всегда есть неожиданность, то есть парадокс. Когда художник ведет эксперимент, он сам не знает, чем это может закончиться. И многие работы, они в процессе, то есть они рождались не в тот момент, когда художник их задумал, а в процессе их реализации. Эта выставка – второй проект в области сцайн-арт. Парадоксальные гибриды целенаправленно объединяют противоречивые взгляды, методы исследования пространства, подходы к анализу современности. Всего представлено 15 работ. От видеоинсталляции, где главные герои – обычные люди, которые стоят на остановке, до интерактивного видео. Иж совсем уж необычного шлема антивиртуальной реальности. Оптические устройства, задуманные, чтобы продемонстрировать то, как мы видим и ощущаем мир. Адаптация – проект, который показывает процесс работы легких. Сад камней – природные минералы, смешанные с автомобильными фарами. Медиапоэзия, где текст получает материальность. У него есть физическая оболочка, энергия для существования и электронные органы чувств. Если вы не слегка выбрали, он сразу же это объясняет и меняет вот эту надпись «Свобода нет» на «Свобода есть». Поэтому у меня еще не перескут. Не обошли стороной и мир интернета и зависимости от него. Здесь и телефон, стерка вместо экрана. Работа Егора Крафта – своеобразный медиамиф. Проект построен вокруг фейковой новости о создании нового цвета. Автор представил электронные письма, которые он получал от пользователей, выразивших желание видеть цвет, которого не существует. Были, кстати, среди них и косметические компании. Еще один гибридный проект – беседа с виртуальным голосовым помощником. Правда, ответы Алисы порой настораживают. Отметим, выставка «Парадоксальные гибриды» участвовала в параллельной программе шестой биеннале молодого искусства в этом году. Эта выставка, по моему мнению, отображает наиболее полно и наиболее ярко всех тех представителей молодых в медиа-арте и технологическом искусстве, которые представлены в России. К сожалению, пока во Владивостоке медиахудожников нет, но я так думаю, что со временем они появятся и, возможно, благодаря нам. «Парадоксальные гибриды» – это необузданный порыв фантазии в поисках новых путей общения с реальностью. Своеобразный портал в мир идей, открывающих доступ к альтернативным сценариям настоящего. Авторы работ вносят в повседневность новые эмоции и своеобразный оптимизм восприятия. Во Владивостоке выставка продлится до 24 января 2019 года. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.